Скоро явится свету второй державе. Это Пушкин, который еще в лицее перещеголял всех писателей. Дорогие друзья, Пушкин, лицей продолжения. Большой специальный эфир в честь Дня Императорского Царскосельского лицея на телеканале Санкт-Петербург продолжается. Я с большим удовольствием представляю следующего гостя, Федора Двинятина, доцента Санкт-Петербургского государственного университета, доктора филологических наук. Федор Никитич, здравствуйте и с праздником. Спасибо огромное. Вас также с праздником. Праздник ли для вас это? Потому как мы сегодня много говорим, у всех свой Пушкин, ваш Пушкин он какой? Мне разве что занудно хотелось бы сказать, что ведь сегодня 19 октября по новому стилю, по-хорошему, этот праздник надо было бы праздновать когда-нибудь 31 октября, когда придется на новый календарь, да, открытие лицей. Но так уж повелось, исправить это невозможно, да и не нужно, наверное. Безусловно, праздник, да. Ваш Пушкин, он какой? Из всех разнообразных восприятий Пушкина лично вам ближе? Из произведений для меня в центре «Медный всадник» и «Домик в Коломне» из ПМ, Евгений Онедин, безусловно, «Капитанская дочка» из прозы, много стихотворений, ну и другое, Борис Годунов, повести Белкина, «Пиковая дама». А в том, как понимать лирику Пушкина, мне всегда казалось важным чувствовать в ней наследие 18 века, видеть в нем человека эпохи романтизма, но при этом многому в романтизме оставшегося чуждым, классициста такого своеобразного. Жизнь его была счастливой и в то же время устремленной к трагическому финалу. Он был очень разнообразный, его запомнили разным, разным он, наверное, был, и всегда в нем что-то свое, родное, человеческое, русское чувствуется. Как-то так. — Поскольку мы с вами сегодня находимся в зале, где находится легендарная картина Репина Ильи Ефимовича Пушкина, сдающей в лице экзамен, хочется обратиться к теме «Пушкин, входящий в русскую литературу». В какую русскую литературу он тогда входил? Потому что на самом деле даже из школьного образования у нас такие фрагментарные, будем честными, представления о том, что это была за литература тогда. Мы позже можем вспомнить фанвизинского «Недроссля», наверное, вот так вот первое, что приходит на ум. А что за литература? Куда Пушкин внедрился? — Это прекрасно и очень сложно, если подробно размышлять над этим вопрос. Ситуация в те годы, когда Пушкин входил в литературу, менялась буквально с каждым годом. Развитие было стремительным. Появилось много новых имен, возникали новые или почти новые жанры. Заново осмыслялось то самое наследие 18 века. Вы, видимо, совершенно правы. До сих пор для нас остается самым известным и понятным из произведений этого века. Великая комедия фанвизина, да и вторая, кстати, «Бригадир». Но еще и, конечно, по крайней мере, реодическая поэзия Ломоносов и Державин. Это то, что переосмыслялось заново. Но вот в эти же годы, причем действительно с каждым годом появлялись новые вещи, в поэзию входили два старших, не намного старших, товарищей учителя Пушкина, Жуковский и Батюшков. Это было развитие новой поэзии уже во всю 19 века. Она делала первые шаги. А вот в области прозы все оставалось удивительно неразвито, если судить по дальнейшему. 19 век поразит весь мир лучшим русским романом. И многие иностранцы будут говорить, что искусство Достоевского и Толстого, а также Бончарова, Тургенева, подарило миру абсолютно непревзойденный роман. Но не только ко времени юности Пушкина, но и ко времени его зрелости в русской литературе почти не было по-настоящему великой подробной психологической прозы. Так что было время преимущественного развития поэзии, споров, иногда очень ужесточенных споров о языке поэзии, о поэтическом искусстве. Но, в общем, поэзия стояла в центре. Что по молодому Пушкину, кстати, и видно. Ну, вообще, если мы уже говорим потом о состоявшемся Пушкине, он постоянно в своих произведениях перемигивается с авторами, со своими современниками, с теми, кто был до. И даже самые его знаменитые строки, вплоть до той, которая выбита на постаменте опекушинского памятника, это «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» – это не пушкинский, это омаж, это какие-то вот его отсылки. Почему ему было так важно так часто их внедрять? И почему мы утратили качество такое, как считывать эти отсылки? Слова «Гений чистой красоты» тоже взяты из стихотворения Жуковского, которое появилось ровно за год до того, как Пушкин написал свое «Я помню чудное мгновение». Так что можно сказать, в этом стихотворении они как будто бы курсивом набраны. Пушкин подмигивает всем, кто помнит это стихотворение, как божество, как вдохновение. И вот как недавно написал Василий Андрей Жуковский, как гений чистой красоты. В Евгении Онегине этого очень много. И сейчас с этим довольно трудно работать, потому что Пушкин особенно часто ссылается на романы недавнего для него прошлого. Эти романы сейчас очень мало кто читал. Иногда они даже не переведены на русский язык или переведены бесконечно давно. Они могут быть забыты на родине, нет тиражей переизданий, нет инсценировок и экранизаций. А между тем Пушкин все время обращает внимание. Вот вы помните, в этом романе была такая сцена, а у меня будет вот так. Вот я назову этого персонажа, вы его можете вспомнить таким, а мой герой по сравнению с ним окажется вот эдаким. Свет от этих старых романов, тени от этих старых романов постоянно падают на текст Евгения Онегина. А современный читатель почти безоружен в этом отношении. Он плохо помнит и даже комментарии не всегда могут ему помочь. Потому что, ну, если комментатор прочтет роман и добросовестно перескажет его сюжет, охарактеризует его персонажей, это все равно часть работы. Пушкинский взгляд мог упасть на какую-то деталь, подробность, случайную строку. И для того, чтобы все вот это воспринять, перечтение Евгения Онегина, это нужно держать в памяти и быть готовым в любой момент вспомнить. Нужен новый большой комментарий к Онегину. И в первую очередь вот именно из-за того, что Пушкин, как вы совершенно справедливо сказали, перемегивается. Мы все-таки сегодня находимся в лице, и Пушкин был взращен системой лицейского образования. Вот если предположить бы, что что-то из принципов лицейского образования можно было бы внедрить сегодня в нашу систему, например, на ваших студентах, подопытных бы, что-нибудь испробовать. Коротко, на каких бы принципах вы бы сфокусировали внимание? Я вот перед этим разговором даже не знаю, что будет этот вопрос, просто, чтобы в атмосферу войти, стал просматривать какие-то материалы, относящиеся к лицею, и обратил внимание на две вещи. Куницын, один из любимейших преподавателей Пушкина, Галич, второй, которого не было поначалу, который потом пришел, преподававший немецкую словесность Гаваншиль, они все были 83-го года рождения, как Жуковский, а директор лицея Кашанский 81-го. То есть они были на 16-18 лет старше Пушкина, когда Пушкину было 14, большинству из них было 30. Согласитесь, это молодые учителя, по нашему предположению, только преподававший французскую словесность Дебудри был намного старше из этих. Это вот первое, что важно, с лицеистами разговаривали, ну, не ровесники, конечно, но, можно сказать, скорее старшие братья, чем отцы. Второе, здесь было много латыни, и, по-видимому, учитывая опыт английской, французской, немецкой и русской древолюционной школы, внедрение в некоторые школы, типа гимназий элементов так называемого классического образования, это то, что может помочь. Сейчас многие жалуются на то, что они, дескать, гуманитарии, и математика их раздражает. Мне кажется, любой гуманитарий должен пройти через хороший курс математики, но если уж совсем так раздражает, то есть математика гуманитариев, это латынь. Там ты выучиваешь правила, как в математике, тебе дают сложнейшее для анализа предложение, как задача в математике, и ты, по сути дела, занимаешься тем же самым. Подставляешь формулы, пытаешься найти нужную из них, несколько формул, для того, чтобы решить конкретную задачу. В лице это было, и, ну, скажем, в лице не было древнегреческого. Пушкин впоследствии всю жизнь с трудом общался с греческой классикой, прорывался к ней, а латынь для него была несравненно более близка, как и французский, конечно. — Федор Никитич, честно, не хочется отпускать вас из нашей студии, но наш эфир неумолимо движется вперед. Спасибо большое, что вы стали его частью.